Ну что ж, всем привет! Сегодня мы будем играть в такую замечательную игрушку под названием Alien Storm. Игра отличается от домашней конфидной версии, потому что это аркадная версия. Она, во-первых, в два раза сложнее, а в-третьих, отличается многим локациями, некоторыми текстурами и прочим. В эту версию я лично не играл, в общем, я не проходил даже. Сейчас я буду проходить ее вместе с вами. У нас миссия 1. Вот мы уже видим изначально, что уже... Сама локация не такая, как в домашней версии. Сеговской. Ну, проявляемся. Валим непонятно. Какая-то капля, что ли. В принципе... Что сказать по графике. По графике, по графике, она та же самая, как и в домашней сеговской версии. Я обычно на аркадках... ...игры... ...оприятнее с графикой, именно в графическом стиле. Вном случае... ...вот... 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 ...только я не знаю... ...сначала... ...она... ...вышна на себе... ...вышна на себе, а потом на аркад... ...вышна на оборот. Попробуем сказать не могу, потому что вроде как, когда была приставка личная, первая Sega Genesis, локарный автонад Шеговский тоже присутствовал, точнее довольно таки долго он жил. Ну вот сейчас смотрим в принципе вот такая мини локация до полного, как и в Sega версии домашний, я не помню, что в Sega версии домашний можно было и в Гейзе спасать, я давно честно играл, кто играл. Вот мы прошли первую миссию, так что нам здесь предлагают, что мы видим. Так, второе, второй уровень у нас. Мужики ебут инопланетянина. Вот так, теперь увидим кучу детей, какие-то инопланетяне. разнообразные. Надо будет заново, кстати, переиграть сеговскую версию, на домашней консоли в Sega. Вспомнить, потому что я давно очень играл, еще в детстве в Alien Storm на своей приставке Mega Drive 2. А вот чтобы, так, чтобы для сравнения, я просто не помню там много чего, уже подзабыл, поэтому в данный момент мне сейчас будет сложно сравнивать, потому что я много уже и не помню. Я помню, что такие вот инопланетяне уже такие вот были, кто его сейчас завалил. Ну и бомби тоже вроде были, но его завалили. А в такой вот локации я не помню что-то разбирался. Это же такое вот раны. Наверное таки не было. В архазных автоматах всегда было, точнее все игры практически были на харде, но это специально делалось. побольше, чем денег срубить. Пришел, закинул монетку. Чуть проиграл, бездобро заплатить дальше. Потому что специально они делали игры с этой дикой сложностью, чтобы побольше денег срубить. На этом был акцент. Редко кому удавалось пройти игру двух или трех монеток. Раньше уйма уходило денег. Чтобы пройти благо сейчас, можно набить себе монет сколько хочешь. Потому что у многих либо есть домашний игровой автомат, либо собственноручный, то ли сделать не так уж и сложно. Было бы желание. Всего лишь он умеет старый ком. Старый ком, потом фанерка, естественно пульты, эмулятор аркадного автомата. И я честно не помню, как называется там Проградулина она. Она делает всех игрового автомата с ее менюшкой. Можно красиво оформить ее менюшкой. У вас у старого компания всегда превратится в авокадный автомат. Это все делается. В ютубе куча видео, как это все сделано. Так что это не переплетит через чур сложно. Если у кого есть личные деньги и дремя. Хотя лишних денег у меня никого нет. И лишнего никогда не бывает. Вот здесь в этой версии вроде вот есть и реплики. Я в томашней версии сейверской я не помню, что были там реплики. По-моему заканчивается тоже вот кат-сцены. Таких вот не было в сейверской версии. Я не помню просто были такие уровни там или нет. В общем, кто помнит досконально с домашней версии Alien Storm на SEGA, пожалуйста напишите в комментариях. Такие же же там сцены, локации и тут сюжет явно, понятно, ангетичен. Но кат-сцены по-любому таких вот не было, которые сейчас встречались. И я точно уверен, что концовка уровня вот там не такая. Изменение. Выбор бойца точно такой же, как и на сейверской домашней версии. Я уверен тоже на сто процентов. А вот локации я не помню. И в некоторых вот на Кронтянке. Я тоже не уверен вообще. Но многие, если ты помню, что были на SEGA версии. Но... Какие именно вот такие, я таких не помню вообще. Были они там или нет. Как черт. За что, блин. Так вот, что были. Похищая нет. Эй, дефчамп! Ого. Этих цветы или я не знаю что-то такое... Этих цвет... цветы, или я не знаю что-то такое, я... Ого, хто су. Эй, дефчамп! Благо тут игру может пройти каждый, даже на самом сложном уровне сложности, потому что, как правильно сказать, монета приемника, вот, монета приемника, в принципе. У меня нет, у меня он виртуальный, поэтому у меня к монетке можно добавлять сколько хочешь. Ну, в принципе, для своего, как сказать, для свою достоинство можно пройти там, допустим, на пяти контакт, примерно. Конты здесь, скажу, натяг очень быстро. Игра сделана специально, вот, как вы видите, дико сложно. Не успеваешь тут, нет реакции. По-моему, в Секерской версии домашний, с прицелом можно было, по-моему, кнопку С ускорять, по-моему, можно было прицел. Здесь же, вот, я сейчас, что-нибудь все кнопки проверяю, и ускоряться нельзя. Из-за этого, вот, как бы, дико сложно. Не успеваешь сейчас, ты, наверное, совсем стрелять. Тебя по-любому попадают. Но все-таки прошли. Вот у нас снова опять локация. Такой раннер. Игра довольно-таки разнообразная. Быстро глядят конты. Разные локации. На хера он перелетел. Ну, в принципе. Ну, такие вот переменные локации с бегом. Мне больше всего понравилось в Сеге. Это Контра Хард Корпс. Там есть миссии, где бежишь от робота. Они шикарные. Разлежишь, просто обычный боковой такой таранер. Не злоурядный. Надо сказать, что-то сильно интересно. Ну, довольно-таки оригинальный. А, я же забыл, что бежишь можно вызывать. Подмогу. Кстати, предыдущее видео, где я седьмого, точнее проходил стрейд рейдж ремейк. Вот. Я все-таки прошел там еще стрелы для локации. Там в начале появится карта, кто не играл. Объясню. В двух словах. Там в начале игры дается большая карта. И выбираешь три душиных человек. Три сюжетные линии. Раз. Я прошел все их три. И записал только одного. Одного. Вот. Но суть в том, я просто хотел пройти и проверить там, которые были обещаны моды. Там люди писали, что моды реально очень крутые, достойные. Там свои сюжетные линии. Свои новые приемы. Свои фишки. Это не хак, а полноценный мод. Три, кстати, там весит по 200 мегабайт и выше. Есть и по 600 метров. В зависимости какой мод на эту игру. Довольно-таки много весит для этой игры, я считаю, что интереснее. Но там, возможно, музыка представляет, что музыка, например, довольно качественно сделана. Обработана на синтезаторе. Озвучка и все-все-все остальное. Орабатывали. Многие даже есть фанатские ноги, поэтому... И попытался я... Побьем себе чуть монеты. И так... Начинается у меня. Ах, да. И танк, получается, в игре как сделано? Ты проходишь игру. У тебя открывается функция Sur Maker. С этой функцией ты можешь закачивать эти моды, точнее, они будут у тебя работать. Ты закидываешь там папку mods. Вот. В эти моды, которые ты скачиваешь с интернетом. И потом, после прохождения игры, тебе должна открыться вот эта вот функция Sur Maker. Вот. Я прошел игру. И... Как... Была-то функция зомбол, что ли, так и осталась. Я не знаю. То ли я хребут в борту скачал. То ли хрен его. Как будто босс тоже непонятный хрен. Я не помню всяческой версии гуток или вообще не знаю. Я там, по-моему, даже на 16-битной версии Mega Dragon не проходил. Вот ни хрена себе. И не проходил полностью ее. Поэтому... Сравнивать мне сейчас очень сложно. Я думаю... Те, кто сейчас смотрит мое видео, и которые полностью проходили Alien Storm на SEGA в Metagrife, заметят отличия всех. И... Мне напишут в комментариях... Какие все-таки здесь отличия. Твою мать... Насколько что-либо. Довольно-таки оригинально сделан босс. Но... Только я не знаю, когда он уже умрет. Потому что... С каждым разом, когда мы его гасим... Трансформируется в какое-то более новое существование. Это довольно-таки интересно. Но и геморройность с другой стороны. Короче. Вот. Та давай! Боссутей могу вызывать. Все. Не хватает на эти. Так. Мы нас собирали. Бан усяшки тут всякие. Так, не успел. А, я не успел. так у нас четвертая миссия что-то нужно сделать а а появился новый большой тролль кстати играю сейчас я Да, это аркадная версия на германпаде, он не знакомый, он фанатик аркадных автоматов, он даже себе лично сделал мини-аркадный автомат, скажем так, он получается его не полностью сделал, он на стол, выделил место от письменного стола, поставил монитор, нашел старый ламповый монитор, еще помните, с третьих пинков, которые выкупили экраны, достал, кстати, очень любил, что оно обошлось, купил себе, купил немного заготовок фанеры, естественно, перед этим он очертил, что под свой стол, чтобы там все подходило, как он там хотел, он хотел сделать просто, чтобы был экран, оббитый фанерой по бокам, красивенько, с наклейками, которые для аркадных автоматов продаете, ну и не только для аркадных автоматов, а вообще для автоматов зелёвых, вот, и получается сделать впереди тоже вырез такой фанеры для пульта, который от аркадного автомата, в принципе, а все остальные провода просто вниз поставит системник, и он его служил бы как вместо аркадного автомата, просто вместо железа, потому что у него давно уже есть свой помощный компьютер, вот, старый, тоже лежал без дела, я не знаю, он, в принципе, мог его продать, но как бы, как-то не захотел он его продавать, вот, и как-то не захотел он его продавать, и все-таки решил сделать с него аркадный автомат, потому что я помню, он все молодо в своем монеты тратил, бегал в эти игровые залы, ярый фанатик был и всегда хотел себе купить. Я думаю, что за грязно, где-то бессонница, куда-то, вот, такие оригинальные сделаны. Разнообразие здесь, в принципе, пиши, поэтому играя в неё тебе не надоедает, потому что очень интересно, а что же дальше в неё, потому что разнообразие здесь нос, во всяком случае, просто эпичное, эпичное, так сказать. Игра сама такая, эпик, как она не приходит. Вот всё равно всегда весело играть в любую игру, это с другом, вдвоём не важно, чтобы другу не играть, будет весело. У нас так будет, если мне друг приходил, или я к нему играть в свою любимую сегу. И было, в принципе, не важно нам, что не важно нам было, какую игру мы там играли. Нет, ну как, конечно, мы предпочтение отдавали всегда. Ну, бомба туда. И большинство игр, которые играли с двоих, ещё с детства провелись, игрой такой NBA Live 98, тоже любимая игра с другом. Мы с другом проходили ночью на проём, игрались, соревновались, точнее. И что мне сейчас запомнилось с детства, любимые гонки, которые мы проходили с другом вдвоём, это Топ Кир 2. не знаю, кому нравилось очень. Какая динамичная игра была. И это для нас в то время. Из всех дотах она почему-то мне нравилась больше всех. World Rush, в принципе, игра классная. Третья часть хорошая. Но, когда играешь вдвоём, это милипиздрические экраны. Это жутко разгрожал. Поэтому вдвоём мы старались уже не играть в одиночную игру. Которая на двоих более-менее нормальная. Это была Топ Гир 2. Что я помню, мы в детстве проходили. И альтернатива нам, когда не было картриджа. Точнее, Топ Гир 2 для моего друга. А у меня дома был картридж, и он игрался Лох. Второй. И мы тоже проходили вдвоём. Даже, бывало, менялись. Просто Топ Гир был самой любимой игрой моего друга. И он не всегда разрешал мне брать этот картридж. Потому что он сутками играл в основном только у него. Этот Топ Гир. И мы его хулили. Лучше бы как-то так это не выходило. Я резко брал этот картридж. Играл только тогда или никогда. Он приходился с Топ Гир так причём ко мне играть. Либо я когда хули приходил. Но потом прошло время. Если мне попалась эта игра в такие группы. И тогда уже игрался. У меня была самостоятельная игра. Мне не приходилось постоянно просить своего друга, чтобы проиграть. Ну а потом был здесь, и проходил Дюру. Дюру. Ночью напролёт сидел. Все пытался её пойти. И вот. Потом прошел все-таки ее, вот всегда самые такие живые миссии, 8-я и 9-я, 7-я тоже, любил играть за Ордоса, всегда, почему-то, ну и за Отридоса тоже, на дом Отридоса тоже проходил, и за Харкома, все три дома, на 8-м я играл, когда переигрывал в нее, играл либо за Ордоса, либо за Отридоса, на Харколинах я и любитель был играть, просто за то, что они там самые злые были, а я в детстве любил, просто, фильмы, про супергероя всякие, только побеждают, но все такая хрень, и мне показалось, вроде, Ордосы, точнее, Харколины были более злые, Как я это узнал, мне вот как раз у нас на рынке, тогда еще продавались китайские картриджи, точнее, подделки, не оригинальные, и там попадались у нас много игр с русским переводом. Поэтому в детстве у меня было, что это было? В детстве у меня были картриджи, много очень было и с русским переводом картриджи, и честно, у меня, хер, я здесь, ага, я во рту, какой-то херни, ну, это такие интересно. Итак, на чем я остановился? Ах, да, у меня были русские картриджи, довольно-таки было много, за все детство он собирал, у меня картриджи было реально, вот, даже свою лавку было, кстати, игра, постоянно там зарабатывал, как я ездил в деревнюю бабушку, там, на бабушек, на софтпейл, на второй своей бабушке ездил, все детство, они мне, в принципе, давали, ну, все-таки, как бы, внук, и они мне пощеряли, там, давали на мороженое, а я эти деньги откладывал все, и покупал картриджи, все откладывал, пытался где-то подзаработать, и постоянно покупал себе картриджи, старался самостоятельно покупать, ну, вот, убирало такое, что и отец мне покупал, и тогда я просил, очень просил, если купи мне тот картридж, да, особенно, я помню, когда была передача Дэнди, новая реальность, вот, это, думаю, все вы помните эту передачу, вот, и когда посмотришь, я жалю мою игру с тем, что, такое желание у нее поиграть, но очень сильно, и я просил, а цар, когда увидел, игру, точнее, твоя первая игра, как ты увидел на сейфе, это была Сулцит Равис, в общем, я посмотрел передачу, на тот момент у меня еще было пенни, И на тот момент в передаче Дегинал и Реальность показывали игру Сунца Традест, она мне дико понравилась, и когда мне все-таки потом уже купили Сегу, я попросил отца именно, чтобы он купил мне эту ютубрику под боев, самая первая игра моя была Сунца Традест, и точнее она не одноигровка, она была тоже, ну, таки игровой. Там была эта игра Сунца Традест, Аладдин, Стрит Оф Рэйдж, первый, и что-то еще, там, я не помню. Вот, и вот первая игра, которую я сразу же запустил, когда мы купили Сегу, вот я сразу же поставил ракш для проверки, это была Сунца Традест. Потому что она жутко мне понравилась, удача, и я сразу же так думал о том, что Сунца Традест не пошел, ну, вот. Тем не менее, это, да, можно было считать, что я первая игра Сунца Традест, которая мне запала, это Дюм. И, конечно, куда-то я не без него, это я, конечно же, Мортал Комбат, всех временных народов. И, конечно, я до этого, как ни странно, был фаном Мортал Комбата, она мне нравилась раньше на Дэнди. Хотя на Дэнди я официально никогда не участвовал на Комбах, когда был китайский, китайская неподделка, ну, так сказать, китайская разработка китайская, что-то так назовет вообще. И она мне, в принципе, не особо, так сказать, очень сильно нравилась, но, тем не менее, приемлема была, потому что, ну, в принципе, выбора-то большого не было. Во что играть? Играл в то, что мне покупали тогда, из Катриджей. Я помню, отец тоже изредка любил играть на Дэнди, когда у меня не было серии, там, в 90-х годах. И он, бывало, я даже обижался, когда он раньше работал по ремонту телевизоров. Ну, и все остальное. Бывало, когда кто-то сильно много работал, он оставался на ночь там у себя на работе, но на смену ему там ходить. Бывало такое, что оставался на ночь. И он, когда приезжал к нему обедного, он обедом спяхнул, приезжал домой, а потом опять на работу уезжал. И, ну, и бывало такое, что он брал, когда он был обычным, остался на ночь. Он забирал Дэнди с его. Там у них был телевизор. Ой, Весна, по-моему, есть. Старый вроде. Ну, с этим... Блин, не помню, как их называется. В общем, телевизор хоть и старый, но показывал цвет. Тем не менее. Там была специальная оплата. Файл. Которая давала цвет. На таких же моделях, если бы не было этой платы, если бы не было чипа или, как сказать правильно, то, если ты смотрел на нём видик, допустим, видомонизофон или же играл на приставке, то выдавал он чёрно-белым. Хотя он был считался цветным. И... Канал и показывал всегда в варианте. Вот именно, когда в таком вот режиме, то выдавал он чёрно-белым. А при этой платье давал он цветные. И бывало такое, что я уже специально просил пойти с аксёльм на работу, потому что дома меня не разрешали играть на цветном телевизоре. Я благодаря, что я использую чуть-чуть нескольких. Как и всем многим, это миф. Вайф. Вот. И я играл на чёрно-белом телевизоре Берёза, по-моему. Так назывался. Вот. Это такой маленький, небольшой чёрно-белый телевизор. И вот у меня с ним пришло детство. Я играл на чёрно-белом всё своё детство. Практически. Потом уже как бы очень постарше, в подростковом возрасте. Ну, немножко. Немножко. Вполне, немножко. У нашего родителя не хватает, что-то. Всё-таки я не садил пеноскоп. Я пытался. Но мне удавалось поиграть потом на цветном телевизоре. А потом со временем у меня полностью появился нормальный телевизор. Самсунг. Цветной. И я все бы играл уже все эти. Вот. И вот. Отклонился я от темы. В общем, до этого всего я просился подоглааться на работу. Из-за того, что там. Его показывал, во-первых, телевизор в сети. Это раз. Дэнги. А во-вторых. Ну, там он. Разрешал мне играть. Этой Дэнги. Потому что, ну. В цвете. Я говорил, что там садится не только. Поэтому я всегда хотел. Когда у меня была какая-то новая игра. Или там поменялся я у друга. Или. Или же. Эээ. Ээ. Эй. 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 В зале. Игра серьезно сложная. Без дополнительных континусов пройти. У меня очень тяжело. И так. У меня. О чем я говорил. В общем, он бегал до отца после обращения, но он не всегда брал с собой на работу, и у Алла я даже часто обижался, когда он играл дендер, потому что он когда был вообще маленьким, он тоже полюблял играть в прощадительную приставку, я думаю, это была новинка. Вот, чтобы не было скучной работе, когда он задерживался в обычной смене, он играл в дендер. Бывало дома тоже, когда я не мог пройти какую-то игру, просил отца, он садился за приставку, и всё, его не оторвёшь. Я сидел, наблюдал долгое время, конечно же, и просил, говорю, отец всё понял, да, нет, я дальше буду проходить, а он не включает, вот щас, 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 наверное, у всех такие отцы тоже были, её что не у всех, но скажу точно, что я помню, маме там бегал, папа у меня забрал приставку, там эта мать там ходила, отцу кричала, что типа, дай ребёнку игрушку, что-то это сам как-либо, в общем, и было такое. Ну вот, мы, в принципе, прошли игру полностью, заговорился, как 32 минуты типа проговорил, и прошёл игру. Думал честно, что будет уровней побольше, оказалось, их не особо-то и много. Ну, что я скажу по игре? Она существенно отличается, я уверен, существенно отличается от Сеговской версии, скажем так, многим. Потом же, чем ещё, она отличается, во-первых, локации, во-первых, скорее всего, боссы. Наверное. Я не проходил её. Вот мне дают оценки за прохождение игру. Козёл из Golden Axe Дедок мне поставил. Так. А, те вообще их там поставили по 5 баллов. Вот. И, в общем, вот мы прошли так игрушку. Локации здесь явно были изменённые. Вот насчёт боссов я не могу, ну, сказать точно, потому что я Сеговскую версию играл немного на приставке, и там проходил всего лишь пару уровней, поэтому я точно сказать не могу. Мне напишите в описании, такие же ли там боссы или нет. Вот. На этот раз я с вами прощаюсь. До новых встреч.